Безоговорочную победу в самой кровопролитной в истории человечества войне сегодня отмечают по всей стране. Спустя многие годы несправедливо забытая дата официально вернулась в календарь дней воинской славы России. В Ульяновске третий день сентября начался на площади 30-летия Победы. Отдать дань памяти воинам, 75 лет назад сокрушившим милитаристскую японскую армию, собрались десятки людей. Чувство гордости и спокойствия под голубым сентябрьским небом сегодня не покидало даже матерых гостей. Я бы сказал восхищение, что они таким строгим маршем прошли, за душу берет. Вот такие наши молодые ребята. Это те, которые сегодня служат и те, которые будут служить, после них придут наше молодое поколение. Вот то событие, которое мы сегодня отмечаем, завершение Второй мировой войны. Наши солдаты разбили фашиста, Европу всю освободили. И еще домой не поехали, а поехали на Дальний Восток учить, в кавычках, уму разуму японцев. В сентябре 1945-го миллионная Квантунская армия оказалась полностью разгромлена. 1 миллион 831 тысячи человек награждены медалью за победу над Японией. Красно-желто-белые муаровые ленточки, как символ Дальневосточной победы, в каждом районе города сегодня вручают волонтеры победы. Внутри эта муаровская ленточка, она связана с тем, что Вторая мировая война закончилась, она висела на медальках за русско-японской войной. И мы ее надеваем всем, чтобы не забывали люди, что воевали во Второй мировой войне, чтобы погибали люди, дети, также наши прабабушки, дедушки, возможно. Испытать свою память и написать тест по истории Великой Отечественной войны можно было в рамках всероссийской акции «Диктант Победы». Желающих проверить знания ждали на 75 городских площадках. Задания были доступны и в дистанционном формате на сайте «Диктант Победы.РФ». В одной школе мы проводили уроки мужества, и вы знаете, я был шокирован, когда мы подъехали, несем вооружение, боеприпасы. Нас дети встречали на улице, взяли у нас эти автоматы, винтовки, и на четвертой школе они сопровождали, они несли это. В процессе, когда они несли, они смотрели, что это такое граната, что это пулемет. То есть дети задавали вопросы. У нас получился не монолог, а диалог. Памятные мероприятия в образовательных организациях и учреждениях культуры города будут проходить в течение всего дня. В завершении митинга на площади 30-летия Победы в рамках акции «Цветы памяти» юные армейцы спустили на воду венки из живых цветов. Яна Федорищева, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ.